Сегодня у нас совершается событие, вспоминается событие, которое произошло в 8 веке, в расцвет христианства, когда была создана и действительно процветала первая христианская империя, бизантийская империя, которую создал великий равнопостный Константин, бизантийский император. И потом были продолжены правители православные. Но как часто бывает, что именно в расцвет христианства, когда после трех столетий страшных гонений на Христа, мы знаем, что после воскресения Господа нашего Иисуса Христа, все, кто последовал за Христом и кто проповедовал веру в распятые воскресшего Христа, были подвержены гонениям. Мы знаем, что все апостолы умерли не своей естественной смертью, а мученической, исповеднической смертью. И все те, кто шел за Христом, все они свою веру свидетельствовали мучениями и своей кровью. И вот прекратились гонения. Кажется, настал рассвет. Что еще нужно? Открываются храмы, открываются монастыри. Но вот именно новый как раз институт монашества, он как раз и возникает в IV-V веке, когда, казалось бы, пришел рассвет, и когда нету уже необходимости прятаться, скитаться в горах, пропастях. Но вдруг появляются люди, которые готовы служить Господу всем сердцем, всей душою, как и каждый христианин должен. Но есть люди, которые были особенно, возлюбили Господа. И для того, чтобы быть наедине с Господом, они ушли в пустыню. Этот феномен возникновения монашества, он как раз возник в то время, когда, казалось бы, ничего не мешало и в городах спасаться. Это потом, уже позже, города и села приблизились к этим пустыням. И даже наши самые, как говорится, монастыри, находящиеся в глубоких, непроходимых местах, потом были окружены поселениями и стали фактически в центрах городов. Так вот, эти покровы Пресвятой Богородицы произошло действительно в то время, когда большинство людей, живших в Византийской империи, были люди верующие. Когда большинство людей ходило в храмы, было крещеных людей очень много, возникли уже монастыри. Но вот как часто бывает, когда нам слишком хорошо становится, наша вера как бы охладевает, она становится не горячей. Не такой вера, какая была у первых христиан, когда они за одно только исповедание готовы были отдать свою жизнь. И не боялись, имели дерзновение, не боялись идти на мучения, на страдания. Верую, Господи, и исповедую. «Яко ты, если воистину Христос, Сын Бога жива, да пришедай в мир грешный спасти. От них же первый, или первая есть мазь, вещей верую. Яко сей самое причистое тело Твое, сей самое честное кровтое. Молюсь обо Тебе, помилуй меня, прости прегрешение мое, больное или невольное. И заслово между делами, между ведением и неведением. Исподобим меня неосужденно, причаститесь со святых Твоих тайн, Господи, на восстановление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные, дни, Сыне Божий, в целении души и тела. Аминь. По причастию, братья и сестры, кто исповедовался, кто готовился, кто был вчера вечером. И детей, пожалуйста, пропускайте без очереди. И людей... КОНЕЦ Играй в чашу, целую. Наталья. Ты хорошо, да? Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Играй в чашу. ПЕСНЯ 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 Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, сила и честного и животворящего Христа, ижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого, апостола Анании, преподобного Романа Сладкоперца, преподобного Сабы Вишерского, мученика Домнина Солунского, преподобного мученика Михаила Игумна Завийского, ижи с ним 36 преподобного мучеников. Их же и память святых правит и Бога Отец, и Акима Иоанны, и всех святых помилует и спасет нас, як облаке человек в любви. Исмай, не веришь Бога, и по Богу Господи, нас за нашу жизнь и вилла, святых щас Игорь Раку спускай concerned сиянь. С праздником, возлюбленные Господи, все тесные отцы, братья и сестры, господин Атаман, все тесное казачество, все отцы души, от всего сердца поздравляю с престольным праздником. С особо чтимым днем среди православных людей, днем покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснадивы Марии, особенно казакам этот дорог праздник. Находясь на воинской службе, охраняя пределы государства, находясь в длительных походах, принимая в жесточайших битвах участие, как никто другой. И сам казак нуждался в покрове и в заступлении Царицы Небесной. И дети, порой остававшиеся сиротами, савдовами, также нуждались. Наверное, в связи с этим, так полюбили казаки этот праздник покрова Пресвятой Богородицы. Именно этот день приблизительным является днем рождения кубанского казачьего войска. На покров Пресвятой Девы Богородицы было образовано, на войске сегодня отмечаем 320 лет со дня образования кубанского казачьего войска. На территории Кубани, Республики Адыгея, Карачао-Черкесии особенно отмечаются эти дни с напоминанием нам о сути казачьей жизни, о славе славного войска казачьего. О величине души казака, невзирая, как я уже говорил, на те обстоятельства, что казак принимал участие практически всю свою жизнь в боях, в битвах, в сражениях, защищая веру, Отечество, свою семью, свой народ. Я уверен, я уверен на сто процентов, что не напрасны сегодня наши дела, не напрасны наши труды. Царица Небесная, как и прежде, не спошлет свой покров на всех нас, заодно с нами и наших родных и близких лентяев, которые сегодня не пришли почтить ее память. Но тем не менее, благодаря нашим, может быть, порой недостойным молитвам, пусть Господь бережет и их всех в мире, в здравии и в благополучии. Аминь. Спасибо Господи. Ваша Преосвященство, дорогая Владыка и Отец, мы вас сердечно поздравляем с праздником, с престольным, с покоемом Божьей Матери. Благодарим за то, что вы сегодня посетили Весию, что совершили такую праздничную службу, которая в нашем храме не всегда, конечно, бывает. Благодарим за чудесное пение, что коры вы привезли с собой, что наши послушали, тоже помолились. Было приятно молиться. Благодарим вас, Владыка, за все ваши молитвы, которые на протяжении всего начала нашего благого дела, совместный с вами строительство храма, от самого начала вы молились за то, чтобы уладилось. Я много-много раз вспоминаю те ваши слова и молитвы, когда, ну вот, даже строительство стен, когда происходило, что вроде все получается, приходят каменщики, приходят строители, но не можем мы с ними уладить. Приезжаем, попрошу вашего благословения, и не успевая додумать доехать, уже приходит тот человек, который должен был уложить, который должен уставить. Владыка Венович, благодарю вас за это и просим молитвы, потому что еще продолжается, еще много здесь надо сделать. И, как бы, ну, начало положено, вот, а молитвы... Спасибо, Василий Павлович Сергеевич, благодарю вас за теплые слова, за прекрасные цветы. Уважаемые жители села Натырбова, уважаемые прихожане, я вас всех поздравляю с замечательным праздником по кровам Божьей Матери. Этот праздник неотъемлемо связан с нашим селом, с нашим храмом. Хочу поблагодарить вас, Владыка Тихон, за то, что вы приезжаете, за замечательную службу. Я сегодня всю службу стояла улыбаясь от того, что, и вот даже сейчас говорю, и слезы подступают, слезы радости подступают от той замечательной службы, которую мы с вами увидели. Дай Бог вам крепкого здоровья, приезжайте к нам почаще, радуйте нас, наших жителей, такой службой. Долгое лето вам. Слова признательности, слова искренней любви и надежды нашему Ирею Андрею, нашему батюшке, благодаря которому, в принципе, все и состоялось. За его труд, за его служение делу. Дай Бог вам здоровья и надеюсь, что все мы вместе, всеми силами достроим наш храм, и все у нас будет хорошо. Всех еще раз с праздником, всем крепкого здоровья и Божьей милости. Спасибо. Спасибо. Я с огромной радостью, с особой любовью посещаю село Натырбово. Радуюсь вместе с вами, радостным достижением, грущу вместе с вами, всем вашим переживаниям, всем несчастьем. Без этого, конечно, нельзя. Я хочу опять напомнить вам, с Божьей помощью и с Богом это все намного легче дается и переносится. Я хочу, чтобы Господь жил, пребывал в вашей душе, в вашем сердце, а значит, и в вашей семье. И в знак своего посещения и соборной молитвы хотел бы преподать образ Святой Троицы с обратной надписью, с моим благословением архипастерским. В напоминании об этом дне, в напоминании кому-то и укором, о немощах, либо о других каких-то низменных качествах. Но самое главное, желаю, чтобы этим образом полнилась смыслом и душа, и жизнь наша, вспоминая именно этот день. И заботу меня, как вашего архипастерия, о душе человечестве.